А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусте по ссылочке в описании. Спасибо! На Sega Mega Drive 2. Да, эта игра еще стратегического жанра была на таких приставках, где там собственно стратегии не очень хорошо уживаются. И тем не менее, в эту часть по Pillow at the Beginning я тоже поиграл на приставках, она именно первой PlayStation. Кстати, кому интересен геймплей именно версии для первой PS, я ее стримил где-то полгода назад на своем Twitch канале. Ссылочку на запись этого стрима я оставлю в описании, можете посмотреть, стрим был прикольный. И тогда, собственно, я постримил именно версию для PS1 по двум причинам. Первая, то, что у меня игра на ПК не запускалась, даже если я с бубном танцевал. И вторая причина, то, что я, собственно, знаком был с ней именно по версии первой PlayStation. Ну а тут я совершенно случайно скачал какую-то рандомную версию в интернете, и она у меня заработала. Собственно, именно поэтому я хочу с вами понастальгировать по этой стратегии, которая вышла, господи, в 1998 году. Ну и просто показать ее вам. Возможно, вы про нее никогда не слышали. Если что, это была одна из первых полностью трехмерных стратегий в реальном времени. Но она не была первой. Затем была тьма. Затем из тьмы возникла мана. И вместе с маной прозрение. Мы были не одиноки. Были и другие миры. Другие племена, заполняющие вселенную подобно саранче. Они уничтожат нас. Среди всего племени мне одной было дано предвидеть. Мана пронизывала меня подобно пламени, высвобождая скрытую во мне магию. Мой приход был предсказан еще в древних легендах. Только избранный мог вести за собой народ. И этот выбор пал на меня. Мирное время кончилось. Пробил час войны. Блин, честно скажу, ребят, вообще не похоже, что это игра 98-го года. Такие феминистические нарктивы. Типа сильная женщина-шаманка, которая ведет за собой тупых мужланов. В наше время, кстати, эта игра бы, наверное, вот как этот вулкан выстрелила бы. С могущественной магией. С буйством стихий. Выживут немногие. Остальных ждет смерть. Ольга, какой же сильный ролик, да? Пререндеренный. Озвучка. Просто ммм, кайф. Хочу, кстати, отдать ей должное. Озвучка в игре реально классная в этих роликах. Хоть я хоть тут и немного. Я стану богом. О, женщина, которая мечтает стать богом. Я же говорю, феминистические нарративы. Итак, ребят, это игра по пилос 3, если кто вдруг не понял до сих пор, да? Одна из первых полностью трехмерных реалтаймовых стратегий. Но она не была первой. Первая, все-таки, я считаю, Wargames. Девкон или просто Wargames, да? Про нее, кстати, я делал видео у нас на канале. Потом еще была игра... Вот, Populous, собственно, была. Потом еще выходила через полугода после Populous. Warzone 2100. Еще Homeworld первая была. Космическая RTS-ка. Вот так вот выглядит игра. Кстати, игра запускается только 800 на 600. Я, наверное, вам это на весь экран растяну, чтобы не так было больно. Квадратную игру смотреть. Так, круг реинкарнации мы создали. Давайте посмотрим. Миссия первая довольно легкая. Надо просто сделать два мостика и уничтожить вот это вот место. Школу воинов племени Дакини. Как видите, у них тоже есть своя шаманка. Которые тоже поклоняются. Какие-то тупые мужланы. Так, есть у нас клип мудрости. В нем хранятся знания. Там мы можем какие-то, ну, новое здание получить или юнитов. А идол нам дает новое заклинание. Ну, или какие-то новые возможности. Поехали. Вот так выглядит игра. Как я сказал, полностью трехмерная RTS-ка. Если что, я не помню, как вращать камеру. Тут, наверное, есть какая-то кнопка, но я хз. Инверсия вращения, сохранять выбор и так далее. Я не помню, я честно, я не помню, как вращать. Некоторые из выборов людей могут добраться вместе. Да все, они могут. Вот давай, да вот этого вот. Тотема, да, пойдем помолимся, идолу. Блин, я не помню, как вращать камеру. Вот реально, не помню. Я все кнопки нажимаю. Ну, ни черта, не происходит. А, о, о, нашел, нашел. Так, кнопка. Не, что-то, что-то херняка это происходит. Я вроде нажимаю какие-то кнопки, но ничего не происходит. А, о, о, стрелочки на экране. Вот, все, нашел. Стрелочки вращают экран. Просто на первой PlayStation это R1 и L1 делают. Так, ребята, давайте намолите еще нам одно заклинание. Мы сделаем подъем. Как видите, по левой части у нас очень много может быть разных классных заклинаний. Так, парни, давайте сюда. Сейчас шаманка будет делать колдунство страшное. Вот здесь, например. Типа, смотри, как классно. Мостик поднимается. Шикарно, да? И тут тоже давай сделаем. На самом деле, шаманка это наш главный герой. Она у нас и боевой персонаж, и персонаж, который кастует всякие крутые заклинания. Почему реально крутые заклинания? Там и метеоритные дожди были. Ну, вы в ролике видели, да? Давай отпинаем этого. Придурка, он не тот свет выбрал. Вперед, мужики, отпинаем его. Шаманка покажет, как пиздить надо. Бей между ног. Между ног самое эффективное заклинание. Лучшее заклинание женщин. Бей между ног. Так, у нас этот шаман. Что у него есть? Вознеся молитвы, идолы ваши отцепленники могут получить его дары. А что за дар? Тут, наверное, какое-то новое заклинание, да? У нас еще есть заклинание огненного шара, да? Жесткое, кстати. Так, мы выучили что-то новенькое. Молния вроде. Да, молния, кайф. Так, это да, это мы видели. Это надо поудалять. Это типа всякие сообщения. Типа, ой, там идет сражение. Ой, там еще что-то мы изучили. Так, давай парочку молний и пойдем сюда. Зайдем в храм. А, не, парни, вы молитесь дальше. Тут только шаманка должна зайти. Заходи. Блин, на самом деле, так неудобно на стрелочке вращать. Хотелось бы, знаете, среди кнопки мышки. А среди кнопки мышки вращает, ну, вот так вот, передвигает камеру. Так, мы сейчас там изучим вроде как школу воинов. И сможем делать воинов. Так, заходим в пирамидку. И получаем новую технологию. Кстати, на самом деле, эту миссию можно и без этой технологии пройти. Легко. Так, мы получили школу воинов. Отлично, можем теперь ее мастерить. Так, этот тотем скурвился. Все, больше там ничего нет. Ну, то есть, там больше нет заклинаний. Так, парни, давайте-ка мы пойдем сюда. Тут есть хорошее место для создания школы воинов. Вот у нас есть школа воинов. Да, давай ее заделаем. А вращать здание тоже, да? Нет, нельзя вращать. Ну, ладно, вроде как можно было вращать вход-выход. Так, парни, строим. Шаманка, давай к нам пойди. Так, ребята, пошли рубить лес. Ну, собственно, лес это наш главный ресурс. В принципе, у нас больше-то ресурсов здесь особо-то и нет. Если честно. Так, ребята строят здание. Так и надо. Тупые мужланы. Вы сейчас станете воинами. Кстати, тут у нас только особи мужского пола есть. Шаманка у нас единственная. Кстати. И если вы хотите себе создать больше последователей, да? То надо пару мужиков отправить в дом. Они там сделают что-то непотребное. И получится еще один мужик. Я не знаю, как это работает, ребят. Я искренне не понимаю. Наша физиология и биология устроены иначе, насколько я знаю. Как я учился в школе. Возможно, мне учителя говорили неправду. Возможно, два мужика могут сделать и третьего. Я хз, честно. Но это вроде так не работает. Но в игре это работает так, да. Двух мужиков садишь в здание. И получается третий мужик. Все просто. Так, вот они, кстати, улучшают дом. Потому что там будет больше людей жить. Я не знаю, как это работает, честно. Но это не должно так работать. Ну, вы же знаете. Мужчины и женщины должны создавать еще одну мужчину. Ну, или еще одну женщину. Так, поселятся на правильной школе воинов. Будут становиться воинами. Да, я в курсе. Так, давай помолимся. А, подожди. Это подъем вроде, да. А, ладно, пусть. Хотя, подожди. На подъем нафиг нужен. Мужики, давайте вы станете крутыми ребятами. Воинами. Они выстраиваются в такую прикольную очередь. Так, давай ты туда. И ты туда. Двое. Делать еще одну. Так, вот у нас лес валяется. Это наши ресурсы. Как видите, склад тут еще не придумали. Они слишком тупые для этого. Так, там намолился, да? Да. Так, все. У нас появляются первые воины. Класс. На самом деле, вот в этих спрайтах отличить воина от невоина очень тяжело. Потому что воины бегают с щитами и с банданой на голове. Видите, у них такая повязка появляется на голове. Ну, и с мечом, естественно, они бегают. Но, если честно, вот если отдалить камеру, там, да, где-то вот, не знаю, вот тут вот играть, грубо говоря, вот так вот. Да, хрен поймешь, где воин, где не воин. Только если они будут рядом стоять, поселенцы воин, наверное, тогда будет понятно. Так, ну, сейчас мы, собственно, сделаем с вами мостик. Так, отпинаем эту порочную монашку. Или кто она там, шаманка? Она неправильная, она служит не той вере. Мы служим только макаронному монстру, и никак иначе. Так, парни, сюда. Сейчас мы создаем тут мостик. Раз. И два. Ну, этого должно быть достаточно. Да, так и есть. Ну, и можно сюда зарядить шаровой молнией. Отлично. Так, парни, вперед. Ломай их. А мы туда еще шаровую молнию пульнем. А, они ушли к шаманке. Стоп, стоп, стоп. Тогда мы тоже пойдем к шаманке. Так, парни, отпинайте его. Ща, мы сделаем тоже кое-что. Проверим вашу шаманку, так сказать, на прочность. О, нормалек. Неплохо. Вы убили вражескую шаманку и получили часть ее маны. Ну, мы за... Это, миссию выполнили вроде, да? Да, так и есть. Ну, собственно, нам надо было ее убить. По большому счету, в каждой миссии у нас задача одна. Это, ну, убить вражеского шамана. Ну, иногда захватить какую-то территорию. Иногда, может быть, куда-то добраться до какой-то точки и так далее. Но, в основном, все сводится к тому, что надо просто, ну, убить шаманку. Чтоб женщина была на этой планете только одна. Так, вторая миссия. Давай, глянем, что нам тут надо делать. Нам предстоит встретиться с племенем Матак. Много воинов будет противостоять нам. Но я предвижу, что идол поможет нам. Только нужно поскорее добраться до него. Сделаем. Тут вроде нам дадут каких-то мух. Или типа того. То есть какая-то, знаете, такая чума тут будет. Или мухи какие-то, короче, будут. Ну, короче, заклинаний здесь, на самом деле, много. Вот эта вся шкала у нас слева, видите, она будет вся в заклинаниях. Это без шуток. То есть тут будет очень много заклинаний. Мы тут и вулканы сможем поднимать, и митеритные дожди вызывать. Что только мы не сможем делать в этой игре. Ну, это я вам говорю, как человек, который эту игру когда-то в свое время на первой PlayStation проходил. Может, не полностью, но вот большинство проходил. Так, нам надо вроде как вот к этому тотему, да? Чтобы изучить заклятие поднятия... Как это называется? Ну, поднимать, короче. Так, а вы, парни, в домик. Нам надо больше народу. Так, а как нам строить? Как нам перейти в режим строительства? А, вот режим строительства. Все, вижу. То есть у нас тут режим заклинаний, строительства и последователей выбрать. Какие у нас где есть. Так, давай сделаем еще одну хижину тогда. А, подожди. Все. Нам открыли путь к тотему. Я сказал, хижина нам нужна. Ничего вы не понимаете. Тут давайте построим. Так, ребята, вы давайте уходим. Мы там помолились. Все хорошо, отходим. Нам тут, по идее, должны дать еще какие-то оборонительные вышки или типа того. Сторожой пост. А, вот он. Да, мы можем его устроить. Ну, это вот такая вот вышка, куда можно засадить юнитов. Так. А, вот, 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 да, вот заклинание осы. Какой-то рой типа прикольный будет. А шаманка врага сидит вот здесь, если я правильно помню. Она вот здесь тусит. Интересно, можно ее увидеть там? Ну, да, вон она сидит внутри. Сторожевая башня племени Матак. Вот она там тусит. Тут ребята на патруле ходят. Нам, собственно, надо все это поселение развалить. И добраться до их шаманки, до их шаловливых ножек. Так, ребята пошли строить. Молодцы. Они, кстати, еще что мне нравится, они разравнивают землю. Видите, у нас есть терраформинг небольшой. Блин, как же круто это на самом деле было играть вот в то время. Вот серьезно пишу, так я говорю. Типа, трехмерная стратегия это раз. Давайте сразу и казарму заделаем. А стратегия с терраформингом это два. Еще из таких игр, я помню, на первой PlayStation я играл. Ну, именно игры с терраформингом. Это была, собственно, стратегия по Лего. Прикиньте, да, была игра про Лего. Я, кстати, делал видео про ремейк Лего. Rock Riders. Это была игра, да, называлась Лего Rock Riders. Это была мега офигенная игра. Так, парни, давайте в домик. Все. Делать еще несколько мужиков. Ну, а что поделать? У нас девочка только одна. У нее там уже глубокая пещера разработана, так сказать. А вы, маленькие стрелы, ну, работаете, что я могу сказать. Это, знаете, это как вот этот мем был, как картинка смешная. Типа, сидит индеец рядом с женщиной из племени, да? И спрашивает ее. Почему ты грустишь, глубокая пещера? Тебе не понять. Короткая стрела. Блин, господи, как же это смешно. А, да, нам, кстати, надо это, пойти, вот эту хрень взять. Но там нужны ребята, надо, чтобы они молились. Сейчас вот этих вот двух бичей отправить туда. То, что они тут стоят, болтают, нихера они делают. Хотя бы ножкам, хотя бы великолепным ножкам нашей шаманке поклоняйтесь. Я не знаю, сделайте хоть что-то полезное. Помолитесь тут тотем, он нам даст какие-то классные штуки. По идее, он нам даст какое-то заклинание. Типа, молнии, я не знаю. Короче, что-то нам должен дать. Так, там у нас дофига народу. Они, по идее, должны сейчас кладить тоже кучу народу. А тут у нас кто-то вообще живет? Да, три типа. Тут что, вообще ничего не происходит? Давай, иди туда. Вы типа там просто сидите, чай пьете, я не понимаю. Фифу играете на PS4? Вы там охренели, мужики? Нам нужны работяги, нам нужны силы. Опа. Что изучили? Мы изучили смерч. О, это офигенная тема. Это сейчас вот эту вышку сторожевую можно просто снести на раз-два. Это офигенная тема. Но надо нам побольше воинов, наверное, все-таки, да. Так, парни, вы давайте все становитесь воинами, ты тоже. Так, там у нас в домике кто-то есть вообще? Там никого нет. Или стоп. В дом идти, нам надо больше мужиков. Тоже в дом. А, или там полно, там полное. Просто не знаю, почему-то не подсвечивается. А, вот, подсвечивается. Да, там народу дофига. Он сейчас будет вот этот дом улучшать, а там будет еще больше народу. Так, парни, что в этом сделали смерч? Давайте еще третий смерч, и мы пойдем. Пойдем потусим. Кстати, на счет шаманки, вы не переживайте, если вы сольете шаманку, она вроде возрождается вот здесь. В этом круге. Так что, в принципе, ей можно даже в каком-то моменте танковать. Она вроде здесь, ну, такая, типа, бессмертная. Так, вот и третий смерч, хорошо. Все. У нас их всего три, кстати, да? Вот тотем уходит. Эх, жалко. Так, ребята, пошли улучшать дом. Ну, а что поделать? Посади дерево, да? Построй дом. А женщин нет, приходится мужикам как-то свою сосисочную вечеринку делать. Ну, а что поделать? Так. Ага, следующий. И все, мужики работают. Ща заделаем мы тут веселье. Кстати, можно пойти уже с мерчем развалить все. Как он, дальнобойный, нет? Да, довольно. Давай попробуем вот отсюда, прям. Снесем эту сторожую вышку. Ну, подойди ближе. Ты еще стесняешься, что ли? Вот туда давай. Отлично. Ты глянь, как он разваливается? Класс. Дорога открыта, ребятки. Можем залетать, грабить, воровать. Насиловать, правда, некого. Придется насиливать таких же мужиков, как и вы. Ну, а что поделать? Так, шаманка пошла отнизить кого-то ногами. Ну, правильно, ногами эффективнее всего. Так, ну я бы отошел. А, убили шаманку. Ну, слушайте, мужик с мечом взял шаманку, просто зарезал на шашлык. Так, ну сейчас она воскресится. Так, идет сражение. Да, я в курсе. Кстати, шаманка чуть-чуть не хватило сил, чтобы добить их. Ну, этого мечника. Так. Давайте возрождайте. Мне надо вот эти смерчи делать и прочую хиромантию. Это же классная тема. Так, ребята, что стали? Вперед! Насилуем других мужиков. А здесь женщин все-таки нет. Ну, получается так. К сожалению, нет. Где там шаманка? Выходи давай. Она через... А, вот, все, пришла. Все, шаманка, тусись сюда. К сожалению, ты, женщина, тут единственная. Что поделать? А были бы еще? Я думаю, у нас бы популяция расслабилась в геометрической прогрессии. А так, получается, ты у нас одна. И мужикам приходится своими сосисками друг об друга тереться. И создавать еще других мужиков. Ну, а что поделать? Вариантов у нас других нет. Так, давай-ка мы вот сейчас вот подойдем. Ой-ой-ой. Да, блин, я не мог выбрать юнитов. А, они вроде как привязаны, да? Я не мог... Так, давайте вперед, парни. Так, а я сейчас быстренько им снесу казармы. Вот туда. Отлично. Давай вот сюда. Отлично. Слушай, ну этот фаерболт просто лучшая вещь. Серьезно. Как же он все разваливает? Жалко, он пополняется долго, но тем не менее. Развалит он хорошо тоже все. На. И сюда давай. Ну, просто типа юниты разлетаются офигенно. Так, парни, помогите. Ура! Насилуя других мужиков! Так, давай изучим новое заклинание. Вот, вот, вот. Она вызвала. Это вот эта шаманка вызвала. Она там вышла или что? Ну, она вызвала, короче, вот это заклинание с мухами. Ну, или как оно называется, я не знаю. Это огненный шар. Это смерч. А с мухами я не знаю, как называется заклинание. О, кстати. Это же какие-то мужики, мы их можем себе забрать вроде. Так, а это заклинание Рой. Так, погнали. По идее, мы вот этих мужиков можем забрать к себе, но нужна шаманка, если я правильно помню. Типа... Блин, ну это типа как бичи, которые просто по округе бегают. Их можно к себе забрать. То есть заставить поклоняться себе. Но я не помню, что с ними делать. Блин, я вот не помню, ребят. Напишите в комментариях. Я реально не помню. Дикарь, используй заклинание обращения. А! А у нас его нет, да? Используйте заклинание обращения. Но у нас его нет. Ну да, типа ты дикарей, можно к себе забрать. Это я помню. Есть такая штуковина. Так, шаманка, выходи давай. Блин, Рой вызвал, вот сука. А ну давай выходи оттуда, скотина. И на тебе тоже Рой оттуда. Ну че, классно тебе там летать, да? Все, дело сделано. Мы заставили шаманку врага покупаться. В теплой водичке. Хе-хе. Ну, собственно, такая игра. Она довольно прикольная. Не знаю, если вы впервые слышите про попелу строительную, блин, поиграйте. Хотя бы версию для первой ПСК. Ну, потому что она проще скачивается, проще запускается. Работает через обычный эмулятор. Там какой-то Duck Station или EPSX-E. Упадок Вера, третья миссия. Давайте начнем. Проходить не буду. Но хотя бы начнем. Так. Меня постелило тревожное видение. Я видела, как племя Чумара обратило против меня моих же людей. О, да-да-да. Это есть такая штука. Это типа заклинание обращения. Во-первых. А во-вторых, типа да, нам тут очень дикарей обращать. То есть здесь, да, мы можем и солдат врага переманить к себе. Вот. Склеп мудрости. Да-да-да. На самом деле, каждая миссия в этой игре, она такая разнообразная. В ней постоянно добавляются какие-то новые механики. Добавляются новые геймплейные фишки. Новые заклинания. И, блин, это для 98-го года. Это была просто офигенная игра. К сожалению, она осталась многими незамеченной и непопулярной. Ну, вот как есть. Так, нам сюда надо сначала. Так, парни, давайте начнем с простого. Нам нужны новые дома. Займитесь этим. Вот вы и займитесь. Так, а шаманка с этими ребятами пойдет дальше. Нам надо заклинание обращения вот это изучить. И тогда вот этих дикарей по округе можно будет позабирать себе. Так, а это у нас какое-то новое заклинание, да? А, подожди. Нам, по идее, здесь откроют дорожку вот сюда. Вот этот тотем. Этот тотем, это типа тотем дороги, да? Да, тотем помощи. Ну, или типа того. Так, а тут у нас целое поселение врага. Вот оно. Капец тут дикарей. Тут можно сколько себе юнитов взять. Класс, да? Прям очень много. А тут есть какие-то дикари? Нет, тут никого нет. Так, подкаривание тотема вызвало заклинание эрозии. И? Что? И дальше что? Там дикари бьют дерево, типа, о, получай, гребанное дерево. Ну, и там типа кокосы какие-то жрут. Что за заклинание эрозии? Не совсем понимаю. Так, парни, вы тут прикройте меня, если что? Так, они, кстати, тоже строят поселение. Так все просто. Так, ребята, построились, да? Умеем строить казармы? Да. Давай сразу забабахаем казарму. Так, тут кто-то есть? Никого. Тут три типа. Мало народу у нас. Надо, видимо, вот этих ребят всех сюда звать. Давайте, все домой. Все по домам. Сейчас мы заклинание тут изучим. Это обращение, по идее, будет. Мука. Надо будет в какую-то толпу зайти. Селюков этих. А, подожди, нет. Это вот эти клирики, или как они зовутся? Да-да-да-да-да. Это типа ребята, которые могут обращать. Так, вам удалось получить трикоцентное здание храме. Да, храм, храм, храм. То есть мы не можем обращать через шаманку. Жаль. Сейчас тогда храм построим. Че проблема? Будем обращать. Вот, вот они, кстати. Во, во, во. Вот, вот они, шаманы. Они уже пошли себе селюков забирать. Вот суки. Ну, у нас есть шаманка, кстати, с заклинанием Рой. Так, парни, давайте быстренько сделаем. Вот такую хренатень. А шаманка пойдет сюда вот, отпинает этого. Неугодного, так сказать. Давай по нему туда. Полетел купаться. Никаких обращений в мою смену. Так, давай туда Рой закинем. Унага. Сейчас там Рой повеселится. О, как классно. Так, ладно, немножко импакта внесли. Давай отойдем пока. Что, вы там строите или как? Да, строят нормально. Так, казармы тоже строятся, но медленно. Нам надо вот этих шаманов наделать. Ну, клириков или как они там зовутся. Которые будут обращать свою веру других ребят. Так, это поселенцы. Это тоже поселение. Нет, это дикарь. Нам надо в столпу дикарей забежать вот в эту вот. И себе забрать их всех. Вот, дай, сколько тут дикарей бегает. Класс. И уже всех можно себе забрать. Кай. 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 Бегают они тут, суки. Давай мы туда еще им закинем веселье. Унага. Развлекайтесь. С мухами. Понеслась. Они тут какую-то херню строят. Давай, наверное, мы им тут еще тоже поможем. Вот туда прям. Прям туда давай. Во, отлично. Никаких струй от мою смену. Так, а ну, брызгай сюда. Хорошо. Как вы поняли, ребят, шаманка здесь, ну, просто OP какой-то юнит. Так, давай сюда парочку шаманов. И солдатиков наделаем. Ну, воинов или как они называются, правильно. Так, сейчас сделаем парочку ребят, чтобы обращать они могли. И заберем себе вот этих селюков. Эту воду пьют? Ну, чисто селюки такие, да, обычные дикари. Нам вот сюда в толпу нас залететь. Так, я не понял, они там что-то строят. Ну, давай помешаем. Познакомимся с соседями. Вот туда. А, нету, да. Не намолили. Жаль. Так, парни. А, они за деревьями бегают, я понял. Так, давайте вы сюда. Так, ты сюда давай. Иди сюда обращать. А ты сюда. Так, ну что, работает, нет? Что-то я как-то не особо понимаю, да, как этот момент работает. Ну, вроде мы обращать, типа, можем и их солдат. А селюков? Вот этого я не помню. Ну, вроде селюков тоже можно. Так, ну давайте их шаманку немножко приголубим. Отлично. Закидываем туда всяких приколюхин. Приколдесов. Развлекаемся. Да, можно фаерболов покинуть всяких. Так, о, обратили, да? Ну, вроде работает. Да, о, это, ну, это людей, типа, противоположных. Слушай, а это шаманка, типа, врагов, она, типа, тупая или как? Может, давай ее топим? Отлично. Так, мы ее, типа, ману забрали. Ну, а она же возродится, у меня последователи есть. Это проблемка. Нам, по идее, в этой миссии, если я правильно понял, надо забрать всех, да? Типа, забрать всех ребят себе. Ну, короче, селиков нельзя забирать, я понял. Да, давай тогда сюда шамана. Ну, этого не шамана, ну, вы поняли. Будем тут обращать людей. Все, вот это наш теперь последователь. Ну, короче, да, нам нужны вот эти священники, получается. Так, она возродилась. Ну, сейчас она опять поплавает, не переживайте. Ого, огрызаемся. Кака, она говорит, кака. Фу, кака, положи заклинание. Фу, кака. Векапец, тут драка пошла. Драка шаманок. Туда тебе, на. Чисто драка шаманок. Так, понеслась вообще по трубам. Так, там и священник пошел работать. Да-да-да, бейте шаманку, бейте, бейте, бейте ее. Отлично. Обращаем всех к себе. Надо, по идее, сделать так, чтобы, типа, все их последователи стали моими, да? Ну, я правильно мыслю? Вроде да. Так, ну, воины разберутся тут с этими проблемами как умеют. Блин, на самом деле, сказал, я не буду проходить, скорее всего, эту миссию. И пошел проходить ее. Типичный я. Так, там драка пошла. С новообретенными ребятами. Давай мы у вас это рассудим. Бог рассудит, так сказать. Все в радужную сторону. Та, куда ты попер? Дай полетаешь чутка. Так, шаманка врага. Надо срочно ее приголубить тоже. Вон туда давай. Хорош. Ну, и еще одну давай. Блин, короче, игра довольно хаотичная, как вы поняли. Ну, клевая. Так, давай отпинаем ее. Девочки, пошли драться. Так, ну все, теперь это племя практически все наше. Отлично, победа. В итоге прошел миссию. Проспидранил ее даже, я бы так сказал. Ну, блин, игра кайфовая. Типа, я играю в нее, и она, ну, просто реально кайфовая. Ну, на этом, я думаю, мы все-таки сделаем паузу. Потому что, ну, блин, я же не прохождение пилю. Игра, тем более, старая. И, кстати, в ней была коллективная игра. То есть, можно было в мультиплеер поиграть. Жесть. Но, тем не менее, вот это была у нас третья попилась, которая имеет под заголовок The Beginning. Очень клевая игра с 1998 года. Если вы слышите про нее впервые, обязательно зацените. Она очень клевая. Ну, и в целом, блин, ну, что я про нее сказать. Таких игр сейчас не делают, к сожалению. Вот реально. К превеликому сожалению, таких игр сейчас, ну, попросту нет. Игр с интересными геймплейными механиками. Игр с какими-то инновационными технологиями. Потому что, ну, это игра в полном 3D. Первая, одна из первых полностью трехмерных RTS-ок. То есть, это инновация была в свое время. Раньше RTS-ки были в 2D только. И 3D только снилось. Очень жаль. Но, тем не менее, вот такая вот была попилась. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, то обязательно подписывайтесь, если вы на канале впервые. Лайкайте, комментируйте. Ну, и не забывайте про ссылочки в описании. Заходите к нам в группу ВК, в Дискорд-канал, ну, и на Твич. Где мы стримим много всего стратегического. И не только. На этом все. У микрофона был Мистер Чейзер. Увидимся с вами в будущих видосах на нашем канале. Всем пока.